Я выкину сейчас телефон на помойку, блин, на срочно новый, а я все жалею, ой, еще поработает, поработает, все, все девки пропали у меня, сейчас подождите немножко, я надеюсь, они еще на связи, и мы по новой выйдем в эфир, это мой телефон виноват, это мой телефон, косячник такой, поэтому извините, извините, еще раз извините, сейчас я надеюсь, все девчонки подключатся, просто я говорю, а то у меня видно, короче, телефон устал, я так понимаю, и он просто сам по себе выключился. Только начали разговаривать, думаю, так интересно, еще поговорим с вами, где, так, давайте, звука нет, в смысле, не знаю, по-моему, у меня все нормально, так, давайте еще посмотрим, я говорю, у меня телефон вообще этот, на мне, видимо, это у меня телефон такой, реально, это как бы он, я говорю, он у меня уже немного, бедолага не справляется с работой, потому что целыми днями приходится, так, давайте, дев, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, так, давайте, запросы кидайте еще раз ко мне, еще сейчас, 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 Это я говорю, это у меня телефон немного, немного у меня устает, просто все, он уже у меня просто не справляется с работой, как говорится. Так, сейчас все девочки зайдут, сейчас где-то я муху кидала запрос. Так, Настя, все, все, сейчас, сейчас, девочки мои дорогие, золотые. Сейчас я вас кину. Так. Где, где, где вы? Я вас кинула в запрос. Короче, я вот если вот сейчас вот у меня он подключен, я его выкину на улицу, прямо вот сейчас выкину на улицу, схожу в окошко. Это телефон какой? Я укупаюсь, я укупаюсь. Так, 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 это у меня телефон, видишь, он у меня, я его разбила тут недавно и он у меня вообще просто плохо. Где-то Настюха у меня присоединялась тоже, ну, что мы вот ждем. Это у меня телефон, видишь, он у меня разбит и видно не справляется. Часто, видишь, сейчас в нем сижу все время и он у меня уже просто устает от работы. Я стараюсь сейчас, видишь, выходить и прямые эфиры и все. А так, а вот смотри, ты говоришь, пока вот ладно, не присоединяйся, а ты говоришь до декабря, а дальше еще как вот, ну, с работой, в смысле, у тебя? Видимо, буду что-то искать, но дома я не буду сидеть. Ну, то есть ты всегда работаешь, да, как бы, в смысле, вот, например, заканчиваешься сезон, где-то ищешь работу, потом весной опять, да, там, или когда? У меня мытарства зимой начинаются, то, что я, конечно, пытаюсь в формальпе искать работу, но если ее нет, тогда, в прошлом году я на внутренней отделке на ШПА училась, там, шпаклевать стены внутри помещения, потом стеклохол, склеить. Так, смотри, тут... Ну, там, в принципе, нужные навыки, они пригодятся и просто в жизни. Ремонт то же самое сделает. Ну, да. Мне показалось или у ухи на столе карты Таро? Это кому-то показалось? У тебя реально там сидишь, гадаешь? А что, тоже хорошая реклама. Хорошая реклама. Так, девчонки, можно вопрос задавайте, задавайте, задавайте. Где-то Куприк я ей подсоединяла, она, наверное, что-то не в кондиции немножко сегодня. Так. Я знаю, что вас в проекте очень любит Марик. Так, Ксюха, подожди, Голод, что ты говоришь? Марик сказал, что вас в проекте очень любит. А, Марик, я куплю. Это сын же у Ксюхи. Я что-то не соображаю, кто сначала не поняла. Очень-очень приятно у Ксюхи. Так, подожди, сейчас. Муха такая радостная. А что нам? Да, мы с позитивами всегда. Почему вас выкнула? Мой телефон, мой телефон виноват в этом. Так, что, Куприк там, Соня, будут к нам подсоединяться? Нет? Кстати, про эти вот мы... Давайте пока... Я думаю, Куприк нам подойдет попозже с Соней. Это... Когда у нас был... Вот я спрошу, пока, может, кто-то не смотрел или смотрели, еще не задали, такой вопрос. Когда у нас было... Это... Как это назвать? Задание на жумарах-то этих ползать-то. Тебя же командиром сделали? Ну, как, как тебя сделали? Да, инструкция. Да, инструкция, да. Задание на жумарах-то этих ползать-то, да. Ну, и как тебе в качестве командира? Тем более ты это все знаешь, это твоя стихия. Как тебе сказал? Ну, я думаю, что от неожиданности раскрутилось то, что меня выиграли. Так неожиданно провести занятия. Но, с другой стороны, наверное, тайно я этого хотела, потому что, когда мы что-то кому-то объясняем, мы учимся сами. И это очень классно, на самом деле, что-то объяснять кому-то. Так, привет мне, Заданя, привет-привет. Ой, 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 все-таки муху вытащили, да, вытащили мы. А то, думаю, что-то надо хоть поговорить, поболтать, там сидишь, и, думаю, хоть пообщаться. Вот. Как вы сами считаете, кто из вас был достойен победы больше всего? Ну, я вот считаю, что у нас, каждая из нас достойна. Согласись, как бы мы все старались. У кого-то получалось хуже, у кого-то лучше, но мы все старались, реально все. То есть, я считаю, что мы все вообще достойны этого. Так, да, так было четвером весело, кайф. Да, это мой косяк, у меня телефон облегчился. Так, давайте травить байки, нам муха говорит. Слушай, ой, муха говорит, Ксюха, голод. Давай я тебе скажу. Вот меня все спрашивают про баню, про баню. Мух, ты помнишь баню? Когда майор мылись в бане, и они вышли с мужиками на улицу. И все, мы еще, помню, занимались вечером пробежкой, то ли, Илья нам разрешено, что-то потренироваться. И мы просто вокруг там бегали. Ну, чтобы посмотреть. А, кто-то бегали, да? Я не помню, кто-то бегал, кто-то нет. Но мы все бегали, меня все спрашивают, что за баня, что за история. Ты была там или нет? Подожди, про баню, все-то не помню, что там за история. Вот, когда мы с тобой бегали вдвоем, помнишь, нам разрешили. И там, по-моему, нам сказали, что, а, или это не там было, что мы можем выбрать, либо мы побегаем, либо пойдем, сходим в баню. Или это не там было. У нас все было в голове. Просто я раздушила, такой выбор, я бы, конечно, выбрала баню. И, конечно, мужики молятся. Не, шучу, конечно. Нет, я просто, у нас было, я говорю, помню, ведь было, вот, девчонки, ну, кто вот помнит, подтвердит, что они мылись. И мы еще специально бегали, мы же там бегали, прямо такой круг, не на этом, не на одном полигоне, а вот, ну, на этом, не полигон, как это называется, не по одному плацу, а дальше там еще забегали, у этого столовой, и вот там вот баня, и вот они вот мылись, мы еще разжали, такие, о, там мужики стоят, типа, они вышли в этих полотенцах, там, ну, еще жарко же, вышли на улицу. Мы еще угорали, что, блин, наш майор там, ну, было прикольно, конечно, мы еще там, мне не было, не было бы бегать. Вот. Что больше всего раздражало в армии, в бытовом плане? Естественно, раздражало, вот что раздражало, это распределение, кто что моет, кто что прибирается, потому что никто не мог толком определиться, кто где моет, этот я не хочу, этот я не буду. И, естественно, душ, когда надо быстрее успеть, когда нам давали 15 минут на 14 девчонок, ну, там уже поменьше потом девчонок, согласитесь, это надо быстро-быстро всем вымыться, вот это тоже накаляло, что-то библо, как вымыться. И плюсом, естественно, стихи. По жизни слишком медленно все дело, а в армии это надо делать очень быстро, и из-за этого моя сульта проявилась, потому что в такой жизни я, в принципе, не стыдливый человек, то есть хватает, чтобы ничего спешить. А когда надо делать это нормально быстро, тогда с этим начнутся большие проблемы. Нет, это даже раздражало, когда у нас одна машинка на всех, да, и вот все время ведь стирали, стирали, это вот надо тоже что-то постирать. Еще вот подписывали где-то что-то там, даже вот иголочками сшили какие-то буквы, знаки, чтобы отличать свою одежду, потому что утром, когда нам говорили на зарядку, мы бежали в эту сушилку и просто хватали, искали судорожно свои эти тельняшки, штаны, потом ты одеваешь штаны, чувствуешь, что что-то великое, это не твои. Это длиннее, что-то не твое. А потом еще, помнишь, когда приходишь в сушилку, а там нету какой-нибудь твоей вещи? Где она, куда она делает? Девочки, можно посмотрю, может кто-то случайно взял? И потом все такие, не-не-не, не, у нас все свое. А потом один хер где-нибудь находится она, как так? Ну что там, конечно, такая суматоха была, все бегали туда-сюда, естественно, как бы, мы могли все растерять. Блин, у меня где, у меня эфир, наверное, не сохранился, к сожалению, где с девчонками, что-то у меня резко так все это пропало. Конечно, жалко, блин, четвером там разговаривали. Так, да, тихо, голо, так, слини у девочек сразу голые мужики, так, естественно, конечно же. Вот, так, вообще еще какие истории у нас были? Сейчас, давай еще, так, подожди, подожди там что-то. А, у меня еще есть. Да блин, я боюсь нажимать лишний раз, чтобы телефон-то не выключился. Какие у нас еще истории были? А, подожди, вот там написали, Соня начала, не закончила разговаривать про боевые патроны. То есть этот человек, Павел Зуев, он настолько профессионал своего дела, что, то есть он был 100% уверен, ну, я не знаю, вот я вот так понимаю, что он был на 100% уверен, что он сделал все правильно и, как бы, все пройдет, ну, все гладко пройдет. Но он реально, он просто профессионал. Тут, как бы, и он не сомневался, видно, в этом, я так понимаю. Вот, когда вот, так, раздолбай, что там у нас еще? Так, что там еще у меня есть? Так, подсоедините кого-нибудь. Так, а кто-нибудь еще? Давайте подсоединяйтесь кто-нибудь еще. Где у меня девчонки? Ксюха голод, ну, она говорит, там что-то то ли посуду моет, то ли приготовит, и, я так понимаю, занята, да, и получается. Так, сейчас я подожди, а где еще? Ей, Куприк где? Да, вот я и говорю, Ксюха готовит, ей не до нас, как говорится, она нас просто послушает. А где Куприк у меня? Так. Я Куприка потеряла, и Соня, и Соня говорила, что на 10 минут, поэтому она, наверное, больше не сможет. Ну, Куприк, мы видели ее состояние, я думаю, и она, наверное, ей тяжело. Ей тяжело с нами говорить, голова у нее болеет. Вот. А так еще, какие у нас истории? Я вот сейчас, я говорю, я много вспоминаю, какие у нас еще прикольные истории были, которые вне, ну, которые не смогли показать. Варя, потише, пожалуйста, можно немножечко потише? Вот. Какие у нас еще истории интересные были такие, что не показали их? Так. А подожди, где-то в комментариях писали, что Левченко теперь майор, Шорохов, соответственно, подполковник. Вы правы, да. Это так. Это так. А, блин, что же я еще хотела интересное рассказать? Что у нас еще такого интересного было? Просто очень много всего было. Очень много всего было. И сразу так. Так, а, вот, кстати, из пулемета же мы тоже стреляли. А, это да. Как тебе стрельба из пулемета? Я его боялась выронить, потому что отдача там просто колоссальная. И он просто в руках трясется в разные стороны. Так он еще, видишь, горячий, он еще нагревается. Согласись, он еще горячий. Особенно, когда ты лежа. Лежа, естественно, у всех легче. На колене, ну, тяжело, но еще поддерживаешь коленом. А вот стоя, он уже нагрелся, и вот в таком положении тебя мотает, как стиральную машину, когда она полощет. Это вообще жесть. Это вообще было жестко. Оля, вы же видите, ты расколоти. Да, я перестала. Через перчатки даже. Мы же были в перчатках, помнишь? И меня на 100 км. Да, это было. Ну, было классно, согласись. А ты, подожди, ты тоже ведь со мной стреляла из этого? Из гранатомета-то ручного? Да. Мы как раз же пошли, когда нас товарищ капитан позвался. Типа, идите, а я только по дядю, что нас зовет. Мы идем, он такой, будете стрелять? Спрашиваете? Конечно, будем. Ты что, гранатомет, это же вообще шикарная штука. А там отдача еще мощнее, да? Там, ну, хоть и плечо, но там, тюф, вообще кручат. Так, сколько лет мы... А кто-то взялся гранатомет. Да, он же. Его на фотошечнику одевали. Вот еще вопрос. Что вы спрятали из личных вещей, когда отбирали? Ты что спрятала? Что-то прятала? Я расческу прятала. Ну, обнимали расчесочку. И, кстати, навесила, что подстричься, потому что осталась самая расческа. А, я ее кому-то одолжила, а ее отобрали у кого-то. И вот после этого я подстриглась, кстати, да. Ну, вообще, я не только из-за этого подстриглась. Из-за того, что меня застражало то, что у меня резинки все время с волос теряются. Потому что они были короткие волосы, в смысле. И когда я надевала шлем, то когда я не влезала, и я не влезала наружу, то есть под шлемом. А там вообще буквально чуть-чуть оставалось волос. И они все время терялись. Чем закончилась лав-стори Мухина и Левченко? А почему вы думаете, что она закончилась? Что она такая? Так, короче, дальше я хотела еще, блин. Помнишь, я шлем, как ты сказала, шлем? Когда у тебя, помнишь, первый раз, когда мы подгоняли этот шлем? И он еще у тебя был настолько велик, что он у тебя вот... Ты вот так стояла, и он у тебя вот так... Как это показать-то, вот это вот, как на будильнике, вот эти вот штуки, он у тебя вот так вот болтался, но это было так смешно. Он меня замучил просто. Он мне нормально, во-первых, стрелять не давал. Особенно в положении лежа. То есть он мне на глаза просто спадал, и я не видела ни мишень, ни прицел. Просто нога. На каком совмещении мушки стоят? Здесь можно было говорить. Короче, вот меня тут несколько раз просили, извините, я не обратила внимания. Вы смотрели первый сезон? Нас спрашивают. Ты смотрела первый сезон? Да, смотрела. Я смотрела его только... Только когда узнала, что я в проекте, я тогда только его посмотрела. Поэтому, что до этого я не смотрела, я сразу сказала, что мне завидно, я смотреть даже не буду. А когда сказали, что я в проекте, я начала смотреть. Только поэтому. Кто вам нравился из первого сезона? Кто тебе нравился из первого сезона? Мне Хитриченко нравилась. Она такая прикольная. А я вообще, если честно, я как бы там не выделяла никого. Я просто смотрела, просто смотрела, поэтому у меня не было там. Я просто смотрела урывками вот так вот, то есть я даже не поняла, кто есть кто там. Поэтому как бы... Так. А, еще Сергея понравилась. Точно. А, все, поняла. Я сейчас помню. Так. Ваши ожидания оправдались после просмотра и пребывания там? Ну, вот я вам скажу, конечно, мне очень... Снято вообще просто шикардосно. Просто шикарно снято. Очень красиво. И моменты классные, да? Так показано, как фильм, настоящий фильм, а не шоу-классно. Почему у нас называется? Это начинается, как какой-то вообще захватывающий фильм. Сама первая серия. Съемки с трона, вот съемки с трона. Это вообще классно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы еще какие-то много моментов показали. Потому что бывало, я вот, например, бывало смотрела, ой, а тут вот этого нету, вот этого нету. Но понятно, что все не впихнут. То есть мы-то это помним. Я, конечно, думаю, ой, вот это вот сейчас будет. Я там буду вот это вот так делать. В этом раз нету этого. Ну, естественно, все не показать им. Там столько моментов, что как бы... Это пришлось с той серии делать, наверное. Грубо говоря, выбирали. Естественно, сделали так, что самое главное, самое важное. А то, что не было, то... То есть там все не впихать. Реально все не впихать. Это надо целый год, наверное, нас показывать, да? Когда это все... Чтобы нам все это показали. Так, вам позвонили или написали редакторы, когда отправили анкету? Мы не можем вообще ничего, я так думаю, не буду я даже говорить про кастинги. Вообще мы ничего не можем говорить. И не будем лишний раз. Вдруг что-то случайно не то скажем. Нам ставят люлей. Не, ну просто как бы не надо. Так, а как же Борисова с первого сезона? Ну я, если честно, я говорю, я только, когда наш уже сезон вышел, и я еще первый смотрела, я внимание, естественно, обращала и на Дальцеву, и на Борисову. Потому что они с нами тоже были. А в первом сезоне я уже говорю, что я как бы никого там не выделяла. Я потому что смотрела не каждую серию понемножку. Вот. Смотри, вот, Мух, давай еще один этот вопрос. Изменилось ли отношение к Зайцевой после просмотра первого сезона и личной встречи? У тебя как? Ну, вообще, в принципе, немного изменилось, да. Потому что у меня Зайцева вообще жестко себя вела. Ну я весь первый сезон, я говорю, я знала, что я там, как бы, она говорила, что там слива, тут и все. Но я, как бы, толком не смотрела, я говорю. И поэтому я при взяток не относилась. То есть мы стали с ней общаться, нормально общались. То есть я знала, что типа она слива, но, как бы, не знаю, я нормально относилась. Так, вот, смотри, нам еще, девчата, кто научился топором, пользоваться. Ну, если честно, я раньше умела пользоваться топором. Я люблю колоть дрова, я умею колоть дрова очень хорошо. Кстати, я умею колоть дрова, потому что я в деревне живую, мне некому помогать, я сама себе это делаю. Поэтому я топором раньше умела пользоваться. Но я раньше колола тюльки, а вот людей колоть топором я еще не пробовала. Я надеюсь, что, если честно, я не научусь этому никогда. Не дай Боже. Не дай Боже, конечно, если честно. Ой, так, муха, 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 куда-то она у меня. Ага. Ветки там, когда мы подстригаем сад, обрезаем. То есть мы умеем пользоваться и пилами, и топорами, так-то, только в коротких целях мыслей, да. А там вот деревья, вот оттягки, грецкий полот. Я говорю, не дай Боже, что такое случится, что придется обороняться топором, я думаю, мы справимся шикарно с тобой. Не позавидуюсь тому, кто мне попадется под руку с топором. Вот. 12 серий или больше. В пятницу вышла 13 серия и еще 3 серии. Одной серии в неделю. То есть 16 серия – это финал. Поэтому еще будут 3 серии, ждите. Ну, то есть 13 серии. Так, а почему... Человеку приснилось, я не поняла. Так, муха, а можно кошечку услышать? У тебя есть кратка? Заказ давай. Я молчу. Ты не поверишь, у меня кошка заскончила, я его так уж и не поняла. Значит, это получается, потому что кошка, значит, признала свою. Она свою признала, все, у тебя, значит, реально получалось и хорошо. Так, вот сейчас вопрос еще. Как было делать упражнения, а, каково было делать упражнения за девочек, которые долго не могли что-то сделать? Нет, было, ну, это вот на моем, например, опыте, когда Вероника долго собирала автомат, разбирала вот это вот все долго, да, было жестко, тогда реально. Я думала, вот честно, я думала, я сдохну там, стоять, вот так вот отжиматься, прыгать, колени устали, ноги уже болят, это жестко было. Но, с другой стороны, обиды сразу, говорю, никакой не было ни за нее, никогда вот даже вот насчет этого патрона, да, мух с тобой, тоже никакой обиды не было. Вот тогда, да, тогда мы со слезами это делали, мы ревели, бежали, но не было такого, что я тебя там уничтожил, ты там такая, не было. Мы взяли, за руки друг друга хватали и тащили, правильно, вверх друг друга. То есть, тяжело, кто против, ничего как бы не говорил. Если кто-то другая накосячил, ну, мы вообще друг друга понимали. Да. Муха, вот смотри, к тебе еще вопрос. Муха, не думала заняться настоящим горным альпинизмом? Горным? Вообще, мне больше сфереология нравится, я хочу в пещеру спуститься. Меня с собой возьми, меня тоже хочу. Меня с собой возьми, потому что если я пойду, я там где-нибудь повисну и запутаюсь в веревках, и я пропаду там, а с тобой, я думаю, я не пропаду. А, это что-то я вставлю на курсы по промышленному альпинизму, я что-то в веревках запуталась. И, короче, я просто обещала такая, и не знаю, что делать. И инструкторам я подсказывала, что нужно сделать, чтобы мой процесс там всему. Так, что, вот тут еще написано, что думаете о командирах первого сезона? Ну, я, например, я говорю, казаковцам, вот я запомнила, ну, мне понравился классный мужик, как-то такой, хоть строгий, но классный. А больше я там старшину только вот помню еще, но тоже как бы, ну, нормально, мне кажется, мужики, просто я говорю, я толком не смотрела, поэтому как бы. Так, муха, огонь. Так, а неизданное будет? Вот, честно говорю, насчет этого я ничего не знаю. Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы, но мы ничего не знаем. Это все зависит, конечно, есть ли еще это, получилось ли это смонтировано, или может быть вообще там качество плохое там, или что-то, я не знаю. Мы очень, конечно, хотим этого, но от нас это не зависит. Потому что тоже ведь работы много, материала много, это очень сложно, как бы. Вот. Расскажите интересные моменты про духа и крепыша. А что там интересного? Если вы что увидели, как бы, да, мы уже показали, что вы интересные моменты там много их, как вы видели, а больше что-то я как-то, я не знаю, они часто там общались, да, вместе там все, но я, понятно, я там не бегала, не подслушивала. Да, мне кажется, там основное все перевошло, то, что было интересно. Да, у них основное общение было, как бы, ну, я, насколько знаю, как бы, я видела, они часто там сидели, разговаривали, поэтому, как бы, так. А, вот смотри, Мух, я тоже расскажу тебе про то, как Шорохова во время уколов перли. Помнишь, когда у нас были уколы, и мы должны раненых тащить, да? И кто, вот, вспомнил Шорохова, он же, помнишь, он лег, он сказал, лег и говорит, тащите меня. И там девки нагревались, его волокли. Только я не помню, кто его волок. Вот, ну, я точно нет. Я, кто-то не справился, или кто-то плохо справился, и я не помню, почему. Если не помню, мы там с кем-то тащились, с девочками. Вот, я помню, когда его тащили. Он был очень тяжелый. Это, да. Так, за маты вам попадало. Сразу говорю, всех больше за маты попадало мне. Потому что я материлась очень часто. Особенно, когда психовала или ругалась, я материлась всегда. И за маты я, что я, получается, училась стихи, рассказывала, и в основном отжималась. То есть сначала по десяточке, потом по двадцатке, где-то по тридцаточке. Где-то, когда бесила, так я и 60 раз отжималась. Ну, когда я много говорю за раз матов. То есть за маты мы все отжимались. Ну, не знаю, кто, в смысле, кто матерился, и кто, ну, когда слышали это командиры. А ты, наверное, Мух, вообще, наверное, я вот честно говорю, я тебя ни разу не слышала, а Мата. Вот честно говорю, единственный человек, который ни разу не матерился. Луиза, которая вообще не материлась, да когда это подъезд, хоть мытью где-то там скажет. Ну, она как-то все, на меня навела, и самать меня научила. Ну, я просто там на проклане не витала. Поэтому, в принципе. А я просто себя не контролирую, к сожалению. Так, спасибо вам за эфир, вам почаще выходить в эфир надо. Ну, я думаю, Мух, постараемся, да, когда можно, знаешь, нам делать раз в неделю, после, ну, вот пока на данный момент идут солдатки, после каждой серии эфир, будем обсуждать его. А там, я надеюсь, мы продолжим общение и найдем темы для разговоров, ну, не только там насчет солдаток, а любые. Ну, что-нибудь придумаем, короче, постараемся выходить. Вот, Купик, я говорю, к сожалению, у меня все разорвалось, и девчонки пропали. Вот это вот жалко. Так, смотри, следующий вопрос. После концерта не пытались с девчонками познакомиться к Раповике? Ну, по-моему, они ушли после концерта. Единственное было, когда, когда вот эти были спарринги, я стояла, вот мы стояли с велики, сзади стояли там вот такие инструкторы-то, которые в Краповых этих билетах, и один такой, что-то то ли мать сказал, то ли что-то, я не поняла, что типа этого, я так поворачиваюсь, а он такой вот так, ну, типа, хули смотришь на меня, не так, ну, типа, что смотришь, ну, типа, а что я повернулась? И там кто-то ему рядом говорит, так это мать. Он такой, а ты мать? Я говорю, да. А, ты, говорит, чемоданы, ну, эти, говорит, сундуки одна тащила, когда вы приезжали. Чемоданы, говорит, волокон, ну, тащила вот эти вот. Наше снаряжение, это наши деревянные, здоровые эти чемоданы, эти сундуки. Он говорит, ты одна эти ящики тащила. Он такой, нифига, ну, я бы видел, ты одна, говорит, эти ящики тащишь. Мать, типа, и все. Нет, меня звали на коньячок. На второй этаж. Типа, мать, коньяка, будем? У меня на втором этаже. Ну, это, естественно, как бы, шутя это было. Но, мне кажется, таких, ну, меня спрашивали, кстати, меня спрашивали про девчонок. То есть, может быть, просто мать-мать, как бы, со мной уже общались, ну, слышали мать-мать, как бы. Меня даже, когда я приходила за уколами, ну, уколы мне делали, когда там не находилась медбрата, и мне просто, и ему звонили, говорят, тут матушка пришла, укол не надо сделать. И меня как бы узнали. И меня подходит, мать, а там вот это, вот как ее зовут, она откуда, как это, вот меня спрашивали, да, насчет других девчонок. Но я, конечно, контору не палила, я без их разрешения еще слова вам не скажу. Короче, было такое, как бы. Так, так они показали наряд по столовой даму. Согласитесь, как бы, это было там реально круто. Ты была... Да я помню до сих пор, которая прошла 8 часов в день. А подожди, а ты была... Ты не с нами же была? Я не помню, что... Ты была в наряде по столовой? Да, была в наряде по столовой. Да, Ксюха... Я просто помню, Ксюха Голоджа в нашей команде была. И Ксюху уже тогда перевели туда. И ты там осталась, да-да-да. Вы там, бедолаги, вообще, наверное. Расскажи хоть, что ты делала. Тарелки, ложки. Вытирали насухо. И это надо было сделать очень быстро. Потому что мы даже не справлялись. Там они заканчивались на раздаче. А нужно было уже подготовить новую партию. А она у нас еще не помыла. Когда мы пришли на обед... А мы же были штурм... Мы же были этой... Патрулировали вот эту вокруг территорию. Такие крутые. Пришли с рациями. А меня еще командиром поставили. И я все время там лев на связи, шорох на связи, мать на связи. Ну, было классно. Но мы в любой момент думали, что нас могут, как бы, позвать. Что там засад. Ну, напали, короче, на казарму. И, короче, даже был прикол такой. Мы, короче, а мы забыли, что эти рации... Не только мы с друг с другом общаемся, но и с командирами. Мы пошли в туалет, короче. И мы там кто с кем что-то говорили. И они такие... Прекращайте. А мы забыли. Учебы долго вам слушать, как вы там ходите, глядишь несете. Нам не важно, что вы там кто из вас пописал, кто не пописал. Я вообще, говорю, угорали. А наряд... И вот мы когда пришли на ряд, и я видела, как вас там гоняют. Когда Ксюха, Крепыш, она бегала, обтирала столы там, или что-то бегала. И прямо на нее там что-то не наорали. Дай быстрее! Я думаю, бедные девки, это вообще жесть. Вы там вообще бедолаги были. А потом особенно... А потом особенно, когда под конец, когда мы... Типа нам сказали штурмовать столовую вас. Там бойня-то у вас великая была. Но это было вообще кадры, конечно. Я вообще была... Мы, не знаю, куда-нибудь на стрельбу пошли. И это такое занятие, но только не стало. И мы были рады, потому что нас захватили. Это вообще хорошо было. Мы отправили нас от этих тарелок. Я вся была в этих отбросах, в этих рожки. Картошка, все у меня в волосах. Вся в этой... Ну вот волосы. Вся в эти... О, бомища от нас стояла неимоверная. Это была жесть. А посмотри, вот тут еще вопрос. А вам не было стыдно за Крепыша? В смысле, когда нам стыдно за Крепыша? Я не поняла этого вопроса. Ну, как бы... Она такого постыдного, мне кажется. Ничего я бы не делала, да? Да, это был. Никаких смогов. Никаких не делал. А были вообще... Да, наряд был, все было. Это просто не вашего. Ку-ку, ёпта, девчули. Привет-привет. Так, смотри еще. Вот такой вопросик Мух. Как вы относились к Калининой и к ее словам о Шорохове, как о Жирдяе? Если честно, я к Машке относилась очень хорошо. Как бы, знаете, мы все, когда бывало, вот такие вот, калила на что-то, мы могли много высказать, что-то там, ну, нагрубить где-то что-то. Ну, понятно, ну, я, например, никогда не считала у нас командира Жирдя, как бы, блядь, нормальный мужик вообще. Но просто со зла, видно, уже была обижена чем-то, либо уже до такой степени он ее, видимо, замучил своими вот такими вот претензиями или чем-то. Просто так она и высказалась. Ну, и это моя версия, а ты ему как считаешь? Ну, вообще, я, честно говоря, не ожидала от нее такого. Ну, да, да. Она как человек, как девочка. Ну, да, я тоже, конечно, не ожидала. Просто она злилась, не знаю. Ну, да, так. Сейчас я еще подожди. Че? Тут, короче, какой-то стишок такая, я не понимаю, что что собрали. А муха... Слушай, нешикардосная муха. А муха тоже вертолетный, без коробки передач. А по стене ползет пельмень и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Это что такое было? Это в моем стиле, кстати, стишки. В моем. Я так же пишу. Так. Кто там еще у нас? Какие вопросы? Может, еще какие-то есть? Так. Ну, да. Сколько лет Капитана 33? Мы уже всегда говорим. Это говорили. Так. Сейчас я посмотрю. Я бывать не все это. У меня плохо. Я говорю, просто видишь, еще у меня телефон бывает листат, бывает листат. Я где-то, может быть, пропускаю какие-то моменты. Так. Сейчас, погоди. А, вот, все поняла про муху, смотри. Ну, мне странно, ой, про крепыша. Ну, мне странно, когда от тебя так отворачивается и кидают через спину. Это когда, помнишь, эти было, правда-то есть, это играли, когда надо было духа-то поцеловать. Крепыша. Ну, если честно, да, мне тогда было прямо стыдно. Даже не то, что, ну, мне как-то, да, было даже крепыша там, жалко как-то, знаешь, даже со мной встала, думаю, мне бы, я не знаю, как, что бы я чувствовала, когда вот так вот ты пытаешься послать человека, когда тебе нравится, а он тебя отворачивается еще и через спину кида. Да, да, но с одной стороны, да, мне вот было, правда, мне как-то прямо жалко было крепыша вот в тот момент. Ну, как-то неловко. Ну, согласись, я тоже самое, что ты стала с тихотой читать Капитану, а он просто бы ушел. Согласись, как бы это было бы нехорошо. Выслушал это стихотворение. То есть он не стал тебя там кидать там или что-то уходить, а он дослушал. То есть, ну, на достоинстве. Я знаю это стихотворение, я его недавно учила. Я не смогла даже первую четверостишую рассказать. Сколько лет Левченко? А что у нас сколько? 31, да, или 32? 32. 31, как-то так. Так, как вам техника времен войны? Телефоны вот такие тр-р-р-р-р. Знаешь, эти вот связистами-то мы были. Ставые прекрасные, да? Прикольно. Вот это вот, тренька не вот эта, ну, вообще интересно. Мне очень понравилось. Просто я в фильмах только видела вот это, когда там показывают про войну фильмы. И вот просто почувствовать это самой вот это вот, ну, это здорово, кстати. Так. Это да. Вот тебя смотри, Муха, у тебя меня спрашивают. Хотели бы выйти замуж за спецназовца? но я не знаю мне кажется с моим характером таким вот мы с ним на рукопашки вот сколько времени по времени были на заданиях но мы вообще целыми то есть утра до вечера могли бы да у нас испытания практически без промежутков то есть у нас было по даже по 3 до испытания за день ну задание у нас было еще колечка моя привет 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 олечка моя завтра вечером приеду поселок так он жесткий ты еще жестче но у нас вообще вот так что еще у нас тут и мы пропустили как-то кошка ненормально так муха расскажи свой самый любимый стих ну хотя бы частичку из какого-нибудь стиха самый любимый стих ты пока думаешь смотри может тебе вспомнишь быстро даже нам что предлагают муху это все что мы говорим спецназовцы муху за капитана мать за шороха все решено нас не спрашивать нас уже замуж выдали за наших командиров что едем в новосибирску свататься они мужики к нам а мы к мужикам свататься едем короче давайте дай боже помню новосибирске испытал свою судьбу да ну конечно вы поднимаете настроение спасибо вот стихотворение там у тебя стихотворение ну короче вспоминай пока я могу только мне латиня рассказать это мой любимый по сути экзаги монументум эре перенюс регали кваси ту пирамидальцуз квад ноним бередакс нона квин импотенц осет дирой раут и нумерабелис а норумс рэс эд фугатемпорунь нон умнис моряр мульта квепар смей видабит либицин узквега пастера крескам лаудера ценз дун капитулю что такое за интересное стихотворение я бы о чем про во всем памятник ну про него аналогичное Пушкин писал я памятник у вас век не рукотворная ну вот вообще про памятник писали много поэтов но это оригинал на латыни на латыни даже я думаю давно в медицинском но это было давно поэтому я из латыни вообще уже половину слов забыла вообще очень много и тоже не учили такое ну то есть применительно к разговорному языку к поэзии латынь просто это мой любимый язык вообще я не сильна в языках английских я до сих пор не смогла обучить по-настоящему мне легко его запоминать и поэтому вот это стихотворение Варя правда не мучай кошку так смотри тут еще вам давали слушать там песни у нас вообще ни телефонов не было ничего такого не было не напомнишь нам утром в специальную музыку когда будили иногда я думаю было когда либо было знаешь когда когда был свободный момент у капитана вот у нас и он занимался сам там майор занимался капитан они когда занимались в этом тренажерном ну вот это можно сказать тренажерном зальчике в качалке они включали музыку да но там музыка вот и я сейчас очень много полюбила песен армейских вот ну я и раньше любила армейские песни но тут именно про спецназ песен у меня уже в плейлисте есть и даже не 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 обязательно армейские песни а другие и вот у меня многие песни уже сразу знаешь я где-то слушаю песню о капитан Левченко о это там Илья Дуковский там майор наш то есть сразу такие воспоминания о это они это они то есть песни классные были только вот мы с ними слушали когда у них этот а так нам нет и еще когда-то нам капитан этот на гитаре ты играл помнишь когда гитару нам разрешили гитару взять чтобы концерт и он так на гитаре ты играл там чуть ли не слюни пустили так красиво смотрится когда мужчина на гитаре играл ну вот а так чего-чего у вас есть водительские права у меня нет водительских прав у меня у меня есть но я сдавала это 80 тысяч лет назад поэтому все либо есть когда ты ездила на чужих машинах на своей не знаю когда я приобрету за рулем вообще не была тысячу лет ну не считая того Урала на котором чуть там не уехала куда-то так вот когда это тебе муха когда ты стихотворение читала муха сейчас демона призовешь кстати ну круто муха круто круто здорово так дальше дальше там так а я в личку отправила вопрос так ответа не услышала простите извините я просто немножко не это так подожди сейчас так я тоже мы смотрели историю Ермака естественно нам ее показали мы ее знаем мы о ней учили нам показывали фильм об этом отделе отделение подразделение Ермак и я плюсом еще когда после я смотрю пролистую ленту я набираю Ермак и я смотрю то есть я интересуюсь этим сейчас ну как надо же интересоваться своим подразделением что там происходит сейчас а ты мух смотря я смотрю ну в интернете тоже листаю ленту подписанную на группы связанные с этим отрядом да мне это тоже интересно вот какую песню играл на гитаре капитан мы не помним он что-то там настраивает короче я вообще даже не помню о чем он там что-то свободное время было у нас конечно оно было но немного у нас времени было свободного где-то между заданиями ну нет было знаешь вот как с жумаром с этим свободное время там было когда один лезет полчаса а ты там по храпу вашу сидишь вот это свободное время когда ты сидишь ждешь когда один сделает испытание вот иногда было такое свободное время так что еще у нас я про это подожди так мне предлагали да мне недавно предлагали службу по контракту я пока еще ничего не решила потому что я все-таки хочу еще ну если честно я хочу еще день поучаствовать например таких каких-то экстремальных играх где-то себя еще увидеть я всегда мечтала о театральном поступить на театральный и вот сейчас я думаю хочу исполнить вторую мечту свою поступить на театральное то есть если у меня получится в этом русле дальше жизнь пойдет то я останусь в этом если вариантов не будет никаких то хочу скорее всего свяжу свою жизнь с армией то есть я еще не знаю то есть а ты мы же с тобой наверное говорили что про то что и дальше кастинги кастинги да я хочу участвовать в кастингах в экшн-фильмах я сейчас потихоньку трюк получился вот ну то есть наверное хочу начать с профессии каскадера больше а потом присоединить уже актерскую игру это тоже хорошо кстати ну ты говорила же ты и там говорила что каскадером хочешь быть во все если будет возможность я конечно хочу в школу каскадеров поступить то есть я пытаюсь потому что нет возможности учиться в школе каскадеров я нахожу курсы это мастер-классы и там учусь но если все таки такая возможность возникнет то я сутки пойду учиться именно ну а так что почему бы не пытаться пробовать вдруг у тебя получится кто его знает ты еще тебе не 80 лет чтобы там как бы сидеть и думать да там жизнь закончилась еще есть возможность тем более после сейчас проекта почему бы тебе не попробовать реально вот сейчас еще так оля у тебя проблема с тобой почему вернулась обратно на пелораму да у меня проблема с тобой но у меня пока выбора нет у меня на работу никуда не берут больше такую чтобы была возможность съездить за ребенком и то есть мне пришлось вернуться пока на пелораму буду терпеть и работать так муха муха вот смотри вот у тебя муха тебе вопрос еще муха у тебя же был парень в твоем профайле куда дело его что то мы не знаем расскажи это мой друг хороший друг у меня варя спрашивает смысле это меня варька спрашивает смысле просто друг нет друзей у меня много но парня нет пока что так смотри вот муха еще вопрос как думаете реально ли попасть на солдатки без дальнейшей цели в актерской деятельности я думаю конечно реально вот мне кажется мне кажется что у тебя что у меня у нас была мечта попасть в армию вот туда у нас как бы вот у меня на первом месте было это а не какие-то актерские как бы мне кажется у тебя то же самое мы просто хотели в армию поэтому ну я хотела в армию хотела делать стрюки так так подожди расскажите что-нибудь интересного про сержантов а что интересного рассказать на вспоминать просто да наверное все всего много происходило так муха муха сейчас подожди еще посмотрим еще что нибудь кто так сейчас подожди так можно последний герой пойти а ты бы пошла муха последний герой да я в кастинге участвовала меня просто не устали подожди а в кастинге участвовал на последнем на последний герой да это когда зимой или ближе к весне проходил я снимала видео визитку подавала заявку ну так а сейчас они посмотрели наверное почему бы и не взять короче давай с тобой идем на последний герой когда там вот кастинг ты мне говори мы с тобой кидаем заявки и пойдем мать и муха пойдут короче как только узнала нет а подожди нам сейчас же нельзя же самим да пока то я не знаю когда там кастинг следующий сезон да вон видишь что сказали пишут после спецназа муху везде возьмут вот видишь муха везде так что ты не сын вот а вы сразу узнали что вот спецназ мы вообще не ну я точно вообще не догадывалась ну я вообще в шоке была просто я что со спецназом давно знакома с 2019 года и ездила на занятия высотной подготовкой в Валашиху а тут спецназ оказался не ожидала если честно ну я тоже ну я и тут хопочки спецназ класс это круто я тоже я говорю я вообще рада если честно так вот еще муха я читаю муха снаружи такая робкая а внутри такая храбрая ну да мы уже говорили в тихом виде чертевается муха такая это кажется такая что то что то а там такие кстати да вот скажу про муху на высотке муха офигенно стреляет муха лучше всех практически потому что было такое хотя зрение да мы как бы знаем что у тебя зрение не очень хорошее но по стрельбе лучше всех по высотке лучше всех ну вот все испытания многие ты одна из лучших ну практически в элите поэтому муха у нас такая ты тоже очень классно делала многое еще вот смотри вот спрашивают еще как думаете следующий сезон ВДВ будет ну я не знаю ну возможно а ты как не знаю ну почему бы и нет мне кажется да как бы тоже это это без понятия потому что тогда морская пехота была сейчас 15 возможно что то еще ну мне интересно конечно будут узнать вот мух смотри как отреагировали вы когда веселые парни сопровождающие превратились в крутых офицеров краповиков я не думала я тоже под конец конечно были какие-то сомнения таки подозрительные да два мужчины сидят так это ну приехали я но были такие но когда я увидела просто их когда они в краповую берет а еще ведь краповую берет спецназ еще это наши командиры я там просто ну я не буду говорить это слово это очень хорошо говорить это слово киры когда я увидела что в форме спецназа мы в спецназ попали ура мы наверное с тобой всех больше там радовались что мы спецназе потому что девчонки они такие о как это ну спецназ это же тяжело ну некоторые вообще даже не знали что это такое а я сразу такая вау и у меня знаешь такая мысль прикинь я всем там потом у меня узнают что я спецназе и я понимаю что мы двоем один таки довольные там стояли вот так вот аааа мы спецназе ой так ээээ подождите да вон видишь тут уже говорят следующий сезон вот космические войска да мы тоже на эту тему шутили конечно что роскосмос но мы как бы честно мы вообще без понятия что там будет так что происходило во втором автобусе когда только приехали ты муха не со мной же ехала в автобусе да по-моему нет а нет ты ехала с Ильей или с Ильей а мы с тобой вместе ехали с Ильей а значит мы пели песни мы гарда гладили потому что с нами собачка была мы у нас вот если посмотреть по тем как бы девчонка ехали у нас менее напряженно было мы конечно много не болтали потому что Илья тоже как бы все равно он там запрещал много говорить но мы знакомились с другом узнавали профессии наши короче мы вообще так-то нормально ехали да с гитарой мы знакомились друг с другом в основном рассказывали о себе мы у нас Илья тоже конечно так особо с нами не общался но он и не запрещал нам как что как духовский там построже нам как бы он снисходительно к этому относился и поэтому мы болтали да мы разговаривали так еще спрашиваю тринадцатая серия будет будет шестнадцать серий да тринадцатая серия вышла уже пока я можно посмотреть так еще подожди вопросы у нас девчонки молодцы спасибо за поддержку вот вы тут пишите спасибо так подожди сейчас я что-то еще тут плохо слава спецназу да слава муха расскажи давай вот ты вот тебе вот вопрос а давай сейчас быстренько с майором нормально общались муха расскажи про свою работу я работаю промышленным альпинистом мне это очень нравится я вообще когда работала в офисе я думала кем бы стать и увидела что есть работа и сразу загорелась ждала смотреть видеоролики мне понравилось и потом я еще наверное полгода пыталась устроиться на работу точнее сначала в офисе съездила а потом четыре месяца искала работу но потом все-таки удалось туда попасть и там уже не было такого что ты ждешь конца рабочего дня боже когда же он наступит не передают не забывай нет прикольно интересно да такая профессия давай я еще тогда о всех спрошу смотри ты вот кот я видела кот в окошке это вот у тебя такая работа что ты котов там видишь в окошках да они свою признают лапами мажут кошечка наша толпы кошки вообще такие создания они просто так не сидят им это интересно они на подоконник запрещены видела одна кошка там ходила перевернула со мной охотилась они еще любят играться вот например моешь окно и лапами там стекло шкряпают блин это прикольно за ними наблюдать это классно я тоже я сама по себе люблю животных кошек это вообще было ну мне кажется я у одного окна торчала не знаю сколько времени я с ними сидела бы играла там меня бы уволили вот вот смотри что пишут на мой взгляд треша болча была первом сезоне в вашем сезоне контент подобрее да там драки да это вот все было у нас экшен, у нас был не треш у нас был экшен но мне кажется это круче согласись мы у нас было по испытаниям вот прямо такое мощнее в сезон первым обучаяся штук там драки а у нас было с одной стороны больше вот этого экшена вот этого классного и снято намного лучше если честно ну как бы это всемм у меня не случилось это однаă Aufgучlage поддержка Потому что муха очень тяжелая, но то же самое касается промышленного альпинизма и других экстремальных профессий, то стремишься друг другу помогать, потому что без этого никуда. А вот смотри, Мух, пишут, как ты переборола страх высоты на работе? Или ты никогда не боялась? Нет, я очень боялась высоты в детстве, я помню, у нас на стадионе недалеко от дома, я не знаю, как это называется, стояли в форме буквы, и там лестница на них, не знаю сколько, метра два, может, два с половиной. И как-то мы гуляли на стадионе и решили залезть туда. Я залезла до половины и поняла, что нет, больше я не могу, очень страшно. А потом, я не знаю, что обо мне, переписывала, после университета я пошла полетать на Украине, и мне это очень понравилось. И как-то вот после этого, я, конечно, боюсь, но стараюсь не смотреть вниз. Ну, это понятно. Я тоже, в принципе, в целом привыкла, то есть, прям такого страха высоты нет, есть опасения. То есть, мне греет душу, когда я 10 раз проверила страховку, веревки привязаны, ты пристегнутся, кровью замуфтованы. Нет, ну, это страшно, реально. Работа все равно такая, как бы, ну, там в такой высоте ползать, это, конечно, жесть. Вот, а еще спросить вопрос. Когда вас полковник учил поведению, как отнеслись? Ну, мне, например, было стыдно. Что еще могу сказать? Помнишь, когда нас, ну, нас, за концерты нас отхлобучили, да? Конечно, было стыдно, мне очень было стыдно. Мне там все дико стыдно. Я вообще очень пожалела, что все вот это реализовала. Я хотела под землю провалиться просто и плакать, реально. Да, вся группа очень переживала. Мы уже успокаивали все тут толпой, потому что это реально очень это, ну... Так, подожди. Так. Короче, сколько у нас время-то у нас еще? Сколько у нас время-то? Так, половина. Ну, что, у меня, наверное, сестра сейчас придет, надо ее кормить с работы. Ладно, извините, что не на все вопросы ответили, потому что, правда, как бы, я говорю, с моим телефоном у меня бывают не все... У меня канат. Да, как Мария говорит, он глюканат у меня телефон, поэтому я на все ответила. Ну, я напишу мне там в сторисе, что вы просто задавайте, вы можете еще раз задать, и мы ответим. У меня тоже вопросы не все почему-то встречаются, они, точнее, их приходится листать. Вот, листают и... У меня тут открывается какое-то меню. Короче, да, у меня тоже, если честно, не все ответили вопросы, но уж извините. Все, у меня сейчас сестра... Просто у меня сестра приезжает, как бы, надо идти есть и кушать, готовить. Вот. Спасибо, Муха, за эфир, вообще классно. Спасибо всем за эфир, что присоединились к нам. Жаль, что Соня с Купиком не смогли еще. И я... Мне жалко, что, наверное, обидно, что эфир тот не сохранился, а там вообще в четвером весело тоже было. Но, я думаю, мы с тобой тоже хорошо поболтали. И, я думаю, давай увидимся с тобой тогда после следующей серии, а там у нас... Ты понимаешь, будет, что обсудить. Еще один. Да, спасибо большое, Муха. Было очень приятно, реально. Помаши, Мария, Мухе. Было очень приятно. С тобой поговорить. Я думаю, мы еще не один раз будем болтать. Все. Давай, напоследок твой мяу, там уже попросили, вот. Афина. Спасибо. Классно закончился. Все, спасибо всем. Пока-пока, Муха. Спасибо большое. Пока.